Жителям улицы Медицинской шумостроительной техники придется слушать еще пару дней, но зато по окончании работы у них появится новая гладкая проезжая часть и тротуар. Замена асфальта производится подрядной организацией, которая в ходе торгов получила право работать на данном объекте. Заказчиком выступил Дорсервис. Работа производится под контролем сотрудников МБУ Дорсервис при ежедневном выезде, подтверждении объемов выполняемых работ, а также в дальнейшем мы будем производить экспертизу качества выполненных работ. Что это такое? Это отбор проб с дальнейшим их испытанием в специально аккредитованной лаборатории. Только после этого мы будем производить оплату выполненных работ. Всего видным этим летом будет отремонтировано 17 дорог. Денежные средства выделены в софинансировании с Московской областью. На 4-й и 6-й линиях, на рыночном проезде, что в Расторгуйской части города и на улице Школьной возле Внеяков работы уже завершены. Дабы не создавать помех движению и неудобства детелям, замена асфальта производилась в вечерние и ночные часы. До конца августа планируется отдавить проезжие части еще на ряде улиц. В ближайшее время начнутся работы на Советской площади, на части Школьной улицы, от Советской площади до Медицинской, на Новой улице. Немножечко попозже, скорее всего, к концу августа мы начнем работы по ремонту проспекта Ленинского комсомола, от пожарного депо до съезда на трассу М4. Стоит отметить, что тот старый асфальт выбрасывать никто не собирается. Он будет перерабатываться и использоваться повторно. Асфальтная крошка, которая у нас с вами получается после фрезеровки дорожного полотна, передается на хранение МБУ Дурсервис, которым потом в дальнейшем данный вторичный материал используется для отсыпки дорог в целях снятия аварийной ситуации. Кроме того, асфальт поменяют и в других поселениях Ленинского района. Всего запланировано 70 автодорог. За счет местных бюджетов дороги уже отремонтировали в Острове, Богданики и в совхозе имени Ленина. Юлия Погосяна, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева, ВИДНТВ.